Да, спасибо большое, спасибо, что дали возможность мне рассказать о том, что мы уже на протяжении полутора лет делаем. Меня зовут Михаил Быченков, я директор парк-отеля Порт-Амара, этот отель находится в Валужте, в Крыму. Мы уже два года подряд признавались лучшим семейным отелем России. Чтобы было просто понятно, что мы делаем, я буквально пару слов скажу об отеле. На самом деле мы построили очень необычный продукт. Мы сильно заморочились на том, чтобы создать все условия, чтобы родители, отдыхая с детьми, по-настоящему отдыхали. Ну и, в общем-то, сделали так, чтобы и приехать нам можно было налегке. Сейчас все, начиная от видеоняни, коляски и заканчивая велосипедом и гироскутером, мы все предоставляем бесплатно. Мы организовали и круглосуточную медицинскую поддержку, и круглосуточный детский сад. Сейчас для тех, кто приезжает с маленькими детьми, мы прям комплектуем номер памперсами, мини-барами детскими, кашами, смесями. Там у нас даже есть отдельная детская шведская линия. Ну и, в общем, чтобы мамы были счастливы, мы еще сейчас стали с прошлого года давать каждый день няню на два часа бесплатно для тех, кто приезжает с детьми до трех лет. Для подростков мы прямо на территории организовали лагерь Легион Порта Марина, где дети живут без гаджетов, живут в палатках и две недели готовятся к походу в горы, там, к двухдневному. Да, также на территории мы организовали и зоопарк, и парк развлечений, то есть, в общем-то, чтобы не было гостям никакой необходимости выходить за пределы отеля. Да, ну и сейчас мы еще усилили продукт. В этом году мы открыли новый корпус для тех, кто приезжает с домашними питомцами. Да, то есть, к нам можно теперь приехать с маленькими собачками-компаньонами, потому что семья – это не только мама, папа, дедушки, бабушки, это еще и питомцы, которых многие не хотят и не могут оставить дома. И открыли отдельный еще корпус, куда можно приезжать со взрослыми детьми, чтобы отдохнуть от детского шума. То есть, у нас вот появились еще в дополнение новые такие концепции. Ну и, чтобы было понятно вообще, как бы масштаб отеля, то есть, у нас сейчас территория уже почти 5 гектар, номерной фонд с этого года будет уже 210 номеров. В прошлом году у нас работало 400 человек, сейчас будет работать уже порядка 450. Средняя заполняемость по году 69%, да, и ориентировочно для вашего понимания, всех интересуются на такие цифры, на 500 миллионов у нас выручка в год. Да, ну и теперь про, в общем-то, все, зачем сегодня меня пригласили. Мы работали всю жизнь в классической модели управления, да, где все четко, понятно, директор, директора, операционный директор, куча менеджеров. И, надо признать, я большую часть своей жизни был таким волевым красным командиром, да, как сказал, я так и делаю. Ну и, в общем-то, мы эмпирическим путем пришли к тому и стали замечать, что эта структура, которая классическая, которая строится на контроле, где все четко, стандарты, регламенты, она стала очень инерционной. То есть, в общем-то, любой вопрос, который возникал у гостей, пока он проходил все согласования, то есть он уже зачастую становился неактуальным. То есть, каждый менеджер, он борется за свое место и, соответственно, охраняет свою санитарную зону. То есть, вот это бюрократия, многие там мои коллеги стали такими натуральными имитаторами бурной деятельности. Ну и, в общем-то, мы пришли к тому, что надо что-то менять. Да, ну и так случайно получилось, что именно в этот момент среди наших гостей оказалась Марина Алекс. Да, теперь она наш большой друг, наш ментор, она основатель бизнес-эгилити университета, сейчас живет в Америке. Ну, на тот период она жила в России, да, и мы с ней познакомились, да, просто поговорили, я рассказал, что мы делаем. Она сказала, вот, как это называется agile. Я не знал, как это называется, но, в общем-то, то, что она рассказала, чем она занимается, очень было близко. Да, и поэтому мы с августа 2019 года, я обратился к ней, чтобы она помогла выстроить эту систему у нас на предприятии. Потому что мы решили масштабироваться в сеть, и мы хотим построить 20 отелей Порт-Амара. И, в общем-то, я понял, что если все строить на контроле, то далеко не уйдешь. И я понимал, что когда, не знаю, наверное, многие зла со мной согласятся, я всегда переживал, вот, допустим, как только ты куда-то уезжаешь, обязательно что-то отваливается. Когда ты только теряешь чуть-чуть контроля, обязательно, как говорится, код из дома, мышью в пляс. Вот, когда так было, и я понимал, что если мы будем масштабироваться в сеть, то уже вот контроль, он не сработает. Да, и если вы со мной согласны, поставьте от себя плюсики. Да, ну и когда мы это поняли, то есть мы решили строить новую культуру, которая, наоборот, строится не на контроле, а на доверии. То есть на свободе действий, на то, что каждый человек имеет право на ошибку, и за это ему не прилетит. Да, ну и, конечно, давая это все своим коллегам, мы, соответственно, попросили о том, что каждый получает свободу действий, но при этом он несет ответственность за результат. Ответственность за результат уже в первую очередь не перед руководителем, а перед гостем и перед коллегами. Да, ну и, в общем-то, давайте я расскажу о тех пяти улучшениях, которые важно сделать для того, чтобы внедрить эту новую культуру. В общем-то, это уже основывается на нашем опыте, да, что мы делали, да, и чего, возможно, мы бы уже не делали, если бы мы заново это все строили. Да, то есть мы пришли к тому, что очень важно, каких людей мы набираем на работу, да, чтобы эти люди соответствовали нашим ценностям. Это первоочередно, это выше, чем экспертность человека, да, то есть мы определили, что это должны быть люди, которые любят других людей, честные, чтобы это были результативные профессионалы, да, не имитаторы бурной деятельности. Да, и еще одна важная ценность – это семья, потому что мы популяризируем, да, вот этот культ счастливой семьи. Да, второе – это свобода в принятии решений, то есть о чем идет речь? У нас есть стандарты, есть регламенты, спасибо Битриксу, у нас есть своя Википедия, да, все очень четко прописано, но с момента внедрения мы сказали, что это круто, стандарты и регламенты, но если любой из нас чувствует, что в какой-то момент надо действовать не по стандарту, это принесет большую пользу предприятию и восхитит гостя, то мы сказали, что взаимодействие с гостями и друг с другом выше, чем стандарты и регламенты. Да, мы разделились на команды, то есть уже из вот такой классической структуры мы поделились и сделали структуру командную. У нас более 20 топов, мы разделили их на три команды, да, каждая команда отвечает за идеологически, за свой функционал, и у нас есть команда, допустим, Space, которая двигает предприятие вперед, команда движков, которая занимается операционными вопросами, и команда бесперебойников, которая прикрывает тылы, да, и теперь мы уже стали работать в командах и делимся своими результатами и успехами внутри команды, и, соответственно, оценку дает не руководитель, а тебе оценку дает твоя команда и гость. Да, и мы перешли на семидневные спринты, то есть наша работа теперь построилась таким образом, что из общих глобальных целей на год, на полгода, мы на неделю, на семь дней каждый берет задачи, которые мы заносим в битрикс, у нас есть электронные доски, да, и, соответственно, каждый день мы встречаемся на Дели, это занимает буквально там 10-15 минут, и мы по командам видим, как кто выполняет свои задачи. Если кому-то нужна помощь, спрашиваем, если видим, что все идет нормально, ну, отлично. Раз в неделю, по вторникам мы собираемся все вместе и демонстрируем успех. Каждая команда говорит, каких результатов добились, и самое главное, мы рассказываем о том, что не взлетело, да, что пошло не так. И после этого у нас полтора часа идет ретроспектива, когда мы разбираем, что надо сделать для того, чтобы в будущем, да, мы не столкнулись с такими же ошибками. То есть разбираем это все все вместе, да, и это получается очень эффективно, и, соответственно, решение мы принимаем коллегиально. Да, ну и вот то, о чем я сказал, улучшение. Мы сейчас построили критерии эффективности деятельности каждого из нас таким образом, что все построено на оценке, которую дает гость и команда, в которой ты находишься, не руководитель. То есть я уже не вот генеральный директор, который наверху, мы определили цели, задачи, да, и дальше я становлюсь таким же участником команды. Каждую неделю команда дает мне оценку, насколько я эффективен был для команды, и я на таких же правах и условиях, как и все мои коллеги. Да, ну и, в общем-то, давайте я кратко расскажу, как это нам помогло, когда началась пандемия, 27 марта, как раз мой день рождения, сказали, что ну все, отель закрывается, мы не можем принимать гостей. Да, и тогда мы, в общем-то, собрали всех топов, топы собрали идеи вообще со всего предприятия, и мы нагенерили 20 идей, как вообще можно с нашим ресурсом, с нашим оборудованием, с нашим человеческим ресурсом, что можно сейчас делать для того, чтобы, скажем так, продолжать жизнь и деятельность, да, не имея возможности предоставлять отельные услуги. В отличном итоге мы выбрали 6 направлений, да, и реализовали за месяц, без вложений, без дополнительных инвестиций, реализовали 6 новых видов бизнеса, то есть мы поделились на команды, каждая команда отвечала за реализацию своего бизнеса. То есть мы организовали онлайн-канал, где мы предоставляли гостям, которые находятся на карантине, возможность, чтобы мы дистанционно могли развлекать и давать знания их детям. Да, таким образом мы приобрели за месяц более тысячи новых подписчиков. Мы организовали услуги онлайн, то есть это были и репетиторы, и няня даже онлайн, и уроки самообороны от нашего Патрика, и лайфхаки для родителей, и занятия с психологом. То есть мы заработали порядка там 50 тысяч рублей за месяц, да, конечно, немного, но этот проект был запущен. Потом мы организовали для всех жителей Алушты доставку нашей шведской линии. Повара простаивали, оборудование простаивало, поэтому мы взяли, сделали специальное мобильное приложение, где можно было заказать в несколько кликов еду, да, и с бесплатной доставкой. Это было выгоднее и безопаснее, чем идти в магазин и покупать продукты. Поэтому мы, к сожалению, не успели много этого сделать, да, потому что мы запустили где-то там через месяц его, но успели заработать там 17 тысяч рублей. Потом мы организовали свой бренд Family Food и начали делать наши замороженные продукты. пельмени, вареники, лазанья, детские котлеты, сырники, блинчики, и мы доставляли это все тоже бесплатно, сделали цену такую, чтобы она была конкурентная с какими-то промышленными пельменями. Так как это было все ручной работой, конечно, это пользовалось популярностью, поэтому мы тоже за несколько недель смогли заработать там порядка 70 тысяч рублей. Да, для тех, кому было, кто не хотел ходить в магазин, да, и боялся, потому что кругом был вирус, мы дали возможность нашим людям заказывать доставку продуктов, то есть наши коллеги ездили в магазин, дезинфицировали купленные продукты и доставляли под дверь. Да, то есть мы заработали совсем немного, 7 тысяч, но заработали. И так как у нас есть выдающийся педиатр прямо на территории, многие наши гости очень доверяют ей, Людмиле Викторовне нашей, поэтому мы сделали такую телемедицину и сделали еще возможность получать консультацию от нашего педиатра онлайн. Ну и, в общем-то, как вы видите, деньги, которые мы успели там за этот месяц заработать, они мизерны, да, то есть ничего выдающегося, но зато мы смогли создать вот эту энергию, невероятную энергию, там, где люди, которые никогда не занимались бизнесом, стали управлять вот этим каждым отдельным проектом. Мы смогли организовать эти бизнесы без вложений и без инвестиций. Многие люди получили уверенность, что они при работе, что мы проживем это сложное время, и у нас все будет хорошо. И вот эта энергия, которая создалась, она позволила сохранить нам 90% сотрудников. Не только сохранить, но еще и не заныть, не уйти в долину слез и, в общем-то, сохранить ту энергию, которая позволила нам очень быстро выйти из этого кризиса. И как бы когда дали возможность принимать снова гостей, мы остановили эти бизнесы, потому что нам надо было заниматься основным делом, очень тяжело было в краткие сроки этим это все разворачивать. Мы поставили на стоп, но мы знаем, что мы их, все равно придет время, мы снова дадим этим нашим новым бизнесам продолжение. Да, но кроме этого мы смогли этот сезон отработать практически так же, как предыдущие годы, несмотря на то, что кусок у нас выпал и к нам не приезжали гости. Ну и сейчас при формировании нового бюджета, благодаря вовлеченности моих коллег, благодаря тому, что мы создали вот эту невероятную космическую энергию, мы поставили на этот год себе планы увеличить выручку в полтора раза и увеличить прибыль в два раза. И я вижу, что мы уже идем с перевыполнением этих планов. Понятно, это новая культура, мы много ошибаемся, мы проверяем гипотезы, потому что главное, что дает Agile, это гибкость, то есть мы очень быстро адаптируемся к тому, что происходит вокруг, да, поэтому было очень много ошибок. До сих пор еще не все мои коллеги согласны с тем, что мы делаем. Кто-то сопротивляется, кто-то такой откровенный резистанс. Поэтому, наверное, если бы мы начинали заново, какие-то вещи мы делали по-другому. Я тоже поделюсь с вами, возможно, это кому-то тоже будет полезно. То есть я хочу сказать, что самое главное, чтобы вы как руководитель, если вы затеяли вот такую трансформацию, вы должны быть уверены, что вам это надо на 200%. Если у вас хоть чуть-чуть есть сомнения, не начинайте, потому что вам обязательно расскажут, что это не нужно, что это вот прям не надо это нам. Мне тоже много раз говорили, что мы и так успешны, зачем нам это надо, зачем директор такое придумал там и прочее. Вот первое, вы должны быть уверены на 100%. Да, ну и с чем мы столкнулись. Ключевое, вот за директором должен идти отдел персонала. Должен быть HR-директор, который будет вашим единомышленником на 200%. Отдел персонала должен быть амбассадором этих изменений. Только тогда можно будет что-то менять. Поэтому мы нашли HRD, но не создали сразу же мощный отдел персонала. И поэтому мы много совершили ошибок, потому что мы не могли быстро закрывать вакансии свободные теми людьми, которые бы вместе с нами разделяли вот эти изменения. Вот если бы мы заново внедряли, надо начинать с топов. Мы взяли три пилотные команды, медиков, гостиничное хозяйство и отдел маркетинга и продаж. Надо было начинать с топов. Если топы не принимают эту культуру, не взлетит. Поэтому топы. Начинать надо с топов. Да, и мы все время пытались людей, которые не принимают после долгих объяснений наших, после всех прививок, после того, как мы говорим, к чему мы идем, мы продолжаем уговаривать жить в новой культуре. Вот глубокое убеждение, что если человеку не ложится это, вы ему объяснили, все сделали, а ему не ложится, надо отпускать таких людей и не мучить ни себя, ни их. Это не значит, что люди плохие. Хорошие люди просто, скорее всего, они получат большую реализацию, будут чувствовать себя счастливыми на предприятиях классической культуры. Да, поэтому надо отпускать таких людей со спокойной душой. Ну, в общем-то, я рассказал о том, о нашем agile, я могу рассказывать бесконечно. Если у вас будут какие-то вопросы, мы всегда открыты для всех. Задавайте в любом, по любому каналу, приезжайте к нам в гости. Да, если у вас есть дети, приезжайте, мы обязательно сделаем вас чуть-чуть счастливее. Михаил, есть вопрос. Подскажите, пожалуйста, как вы рекомендуете подбирать людей и какая материальная мотивация? Я сейчас скажу. Мы для себя определили, для того, чтобы найти наших людей, мы обязательно должны давать условия лучше, чем в рынке. Да, и если для подбора обычно человека надо там из десяти выбрать одного, то мы понимаем, что таких людей, которые мы ищем, может быть, их надо выбирать из сотен. Да, и поэтому, соответственно, на первом этапе надо, чтобы мы предлагали условия лучше, чем в рынке. Я уверен, моя глубокая убежденность, что через год в наш отель невозможно будет устроиться. То есть и уже мотивация материальная, она будет стоять не на первом месте. Ну, просто я уже вижу, что это начинает так работать. Как вы считаете, еще один вопрос, в отделе продаж, возможно ли работа по agile? Везде. Мое глубокое убеждение, вот у нас сейчас 400 человек работает. Первый вопрос, который я задаю на собеседовании, я спрашиваю про любовь к людям, да, а потом спрашиваю вообще, а возможно построить предприятие, где все будут обладать вот такими ценностями и жить в такой системе? Вот мое глубокое убеждение, что каждый человек, каждый, независимости, посудомочица, бухгалтер, отдел продаж, все должны быть людьми, которые готовы и будут нести эту культуру вперед. Вот я верю, что мы соберем все предприятие таких людей. Спасибо вам огромное, у вас действительно невероятный, очень интересный опыт. И возможно вы когда-нибудь напишите книгу, по которой предприниматели по вашим стопам будут строить и внедрять такую культуру себе на предприятие. Спасибо огромное. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, спасибо. Всем здоровья, добра, позитива, да, будьте счастливы. Мы за то, чтобы все люди на земле были счастливы.